всем привет я майкл наки вы находитесь на моем канале и зачем я делаю это видео не для того чтобы посеять панику или не для того чтобы вас успокоить я хочу просто чтобы вся информация которая была в последний месяц по поводу возможного вторжения россии на территории украины была собрана в одном месте чтобы вы цельно представляли эту картину и понимали почему на нее реагирует почему они говорят и как вообще все обстоит начнем с главного считаю ли я вторжение на территории украины возможно да к сожалению да я считаю что такой сценарий лежит достаточно давно тех самых пресловутых папочках и что он рассматривался самого начала и это вещь которая действительно может быть осуществлена почему я так думаю я скажу наверное в конце потому что в конце уже можно будет сделать какие-то выводы на основе той информации который мы на данном этапе владеем для того чтобы не быть голословным я в описании к этому видео оставлю ссылки на все публикации которые в этом видео используются на русскоязычные публикации на англоязычные публикации для того чтобы вы сами могли проверить все то что я сказал и сделать собственный вывод на теперь разберем что писала западная пресса как на это реагировал кремль что сказал патрушев и почему это вызывает мое беспокойство вообще публикации начались где-то с октября но своего пика апогеи они достигли где-то концу ноября скорее с середины ноября к вот сейчас к нынешнему моменту и так 19 ноября газета нью-йорк таймс осылка на собственные источники сообщила разведка сша предупредила европейских союзников что осталось лишь небольшое окно чтобы помешать россии начать военные действия на территории украины собеседники издания уточнили что по их информации россия еще не решила что будет делать с войсками которые стянула границы украины возможно москва намерена обеспечить коридор между непризнанными республиками донбасса и крыма в разведке сша серьезно относятся к угрозе вторжения не считают происходящее блефом здесь с этим сша подталкивают европейские страны к разработке совместного пакета экономических и военных мер для сдерживания россии сенатор-демократ боб менендес уже предложил предусмотреть функционную бомбардировку включающие секторальные ограничения и санкции связанные с газопроводом северный поток 2 20 ноября об этом сообщил телеканал cbs по информации его источников представители американской разведки предупреждают европейских союзников о потенциальном военном вторжении россии на территории украины вероятность которого возрастает по мере похолодания военная операция якобы может начаться в течение нескольких недель если запад не помешает этому руководитель главного управления разведки минобороны украины кирилл буданов заявил в интервью изданию military times что россия сосредоточила у границ украины более 92 тысяч военных и готовится к нападению в конце января и начале февраля 2022 года надо сказать что это обстоятельство напрягает меня отдельно потому что в прошлый раз когда мы говорили с вами о возможном вторжении войск россии на территории украины это было семь месяцев назад что меня пугает в таких датах в таких месяцах как январь-февраль дело в том что захват крыма произошел ровно в конце февраля в конце февраля собственно туда начали стягиваться российские войска что отрицалось сначала владимиром путиным а потом спустя некоторое время все-таки было признано что да российские военные там были причем не те что базировались да на территории крыма а дополнительно приехали что вот эти люди которые якобы купили форму военторги это на самом деле были российские солдаты и дело в том что я смотрю на всю эту ситуацию не с точки зрения например украины или европы я смотрю на все это с точки зрения россии потому что все таки там международной политики или в том что происходит на территории украины я не очень разбираюсь но я давно слежу за российской пропагандой и затем как она работает и привязать что-то конкретным датам в прошлом до взыграть на этом собственно показать это как продолжение тех действий которые широко одобрялись это вполне в духе нынешнего кремля ну то есть например гипотетически в конце февраля начинается военное вторжение и владимир путин его окружение говорит что это собственно продолжение захвата крыма что это значит то о чем так давно просили и вот не знаю там на пороге какой-нибудь очередной годовщины войска начинают вторгаться на территории украины я конечно считаю что это будет обставлено несколько иначе если она будет но об этом чуть попозже в общем такие даты заставляют не то чтобы поверить но скорее допустить возможность такого развития событий но перейдем дальше к следующим публикациям блумберг сообщали о готовящемся вторжении уже с деталями вот что там пишут представители сша передали европейским союзникам по нато данные разведки в том числе карты свидетельствующие о наращивании российских войск для подготовки к возможному вторжению на территории украины об этом блумберг сообщал ссылаясь на слова источников по данным разведки в случае вторжения российские войска начнут наступление по трем направлениям из континентальной части россии из крыма и из беларуси во вторжении как предполагается будут участвовать 100 батальонно тактических групп численностью 100 тысяч человек двое источников агентства заявили что половина групп уже заняла свои позиции собеседники отметили что вторжение поддержит авиация по их словам российские власти также якобы призвали десятки тысяч резервистов беспрецедентном для постсоветских времен масштабе официально призыве резервистов не сообщал с тем не менее подтверждением информации из публикации которых мы только что поговорили где ссылаются на источники служило выступление блинкина который признал что да такая опасность действительно рассматривается у нас серьезная озабоченность по поводу необычной активности российских военных на границе с украиной вызывает реальную озабоченность территорика которую мы слышим от российской стороны в том числе в соцсетях мы не знаем каковы намерения президента путина но мы знаем что происходило в прошлом мы знаем о таком приеме как отсылка к некой иллюзорной провокации будь то со стороны украины или любой другой страны которая затем будет использована как оправдание давно спланированным россии действия то есть на данный момент мы видим следующие факты факт 1 россия действительно стягивает войска границам с украиной факт 2 соединенные штаты воспринимают эту угрозу всерьез информируют об этом своих западных партнеров и этих двух фактов еще недостаточно для того чтобы делать какой-то вывод и предположение но достаточно для того чтобы ну смотреть на это как на возможный вариант развития событий и тут конечно многие из вас скажут майкл ну во первых эта ситуация уже была как раз семь месяцев назад как ты нам и говорил в итоге ничего не было никакого наступления никаких перестрелок никакой войны и вы будете правы но надо понять несколько вещей первое из них что стягивание своих войск границы с другим государством с которым ну вы фактически находите состояние войны да потому что непризнанные днр и лнр где сейчас там якобы хозяйничают ополченцы она продолжает спонсироваться в российской федерации то есть недавно было исследование нью-йорк-таймс где они рассказывают что по оружию у боевиков вычислили что это оружие не могло быть произведено нигде еще кроме как на территории россии точнее не могло быть переданы никем иным то есть на самом деле россия вот эту гибридную войну она продолжала все это время спонсируя этих боевиков и как вы видите потом там значит были всякие обстрелы и ну там умирают люди это надо понимать то есть россия сначала захватила часть территории другого государства украины а потом спонсировала тех людей которые продолжают воевать с украиной да то есть фактически россия является одной из сторон этого конфликта причем в данном случае агрессором и надо сказать что настроение связанные с тем чтобы там взять донбасс или взять киев они в российском обществе присутствуют причем присутствуют не сами по себе а постоянно подогреваются пропагандой то маргарита симонян заявит что значит надо идти дальше то еще какой-нибудь деятель из числа пропагандистов расскажет что надо значит вот наконец-то показать кузькину мать это существует фоновом режиме фоновом режиме постоянно подогревается агрессия к украине и собственно по российским пропагандистским изданиям источникам и телевизионным программам мы знаем что тема украины является одной из центральных то есть их задача постоянно подогревать ненависть к украине зачем это делать во-первых это помогает как-то оттеснить внимание с проблем внутри страны но с постоянно падающими реальными доходами с повышением закредитованности населения с буйствующей пандемии и со многими другими вещами которые сейчас являются действительностью в российской федерации но во-вторых это всегда оставляет некий информационный плацдарм для будущих военных действий и вот тут мы переходим к следующей важной для меня детали к реакции российских официальных лиц вот реа новости спрашивает пескова то есть вы предполагаете что такой вариант тоже возможен что киев сейчас наращивает силы чтобы вновь начать военные действия на донбассе песков отвечает киевы сам наращивать силы киеву помогают наращивать силы киеву поставляют значительное количество вооружений включая современные и высокотехнологичные и все это конечно мы наблюдаем с большой тревогой зная значительное влияние экстремистки настроенных политиков на украине и вот здесь начинается проблема для меня почему здесь начинается проблема дело в том что россия во время актов своей агрессии постоянно прикрывается тем что это она жертва тем что мы бы и не хотели никуда вторгаться никуда вмешиваться но нас спровоцировали и вот эта риторика что не важно там что происходит но вот смотрите на территории украины как-то наращивают силы это очень похоже к моральной подготовке для публичной позиции то есть публичная позиция может выглядеть так ну там начали чего-то делать и мы поехали защищать русскоязычных людей ровно так и было с крымом то есть россия не говорила мы хотим оттяпать кусок территории даже при присоединении крыма ничего не было если вы вспомните те события риторику которая сопровождала их то вам наглядно станет понятно что тактика россии это рассказывать о том что я не я корова не моя но при этом другая сторона ведет себя ужасно поэтому мы должны отреагировать и вот как раз крен в эту сторону мне очень не нравится потому что это уже плацдарм для публичной международной позиции что это не мы там идем что-то захватывает да вот посмотрите там это они все спровоцировали это они все сделали а мы всего лишь защищали людей россия достаточно часто прибегает к такой риторики но bloomberg на созвонах с песковым это такие конференц-колы где присутствуют журналисты разных изданий я просто на эхе монтировал вот эти вот вырезки пескова собственно там как это все работает какое-то количество людей подключается к конференции и пескову задаются вопросы на них отвечает или не отвечает там по-разному бывает вот блумберг попытались узнать если действительно то о чем они пишут по крайней мере признает ли это российская сторона и так вопросы блумберга вы сказали что киев сам наращивает силы правильно ли я понимаю что российская сторона видит какое-то концентрирование войск на украинской стороне песков отвечает детализацию я все-таки оставлю для военных я говорю об общем фоне в целом а что значит общий фон спрашивает блумберг вы все-таки видите какое-то усиление именно военной напряженности страны киева дмитрий песков говорит безусловно количество провокаций значительно растет причем эти провокации осуществляются с применением того самого вооружения которое поставляют украине страны нато и все это идет в нарушение действующих минских договоренностей блумберг уточняет а что касается российской стороны вы можете подтвердить что количество военных и военной техники на границах с украиной увеличилась в последнее время песков уходит от вопроса это вопрос для военных я только могу сказать что в данном случае любые перемещения войск российской федерации внутри нашей территории и для кого не представляют угрозы и не должны ни у кого вызывать обеспокоенности то есть фактически песков признает это но делает это так значит нет нет я не могу вам ничего сказать но если мы это и делаем говорит песков то значит не беспокойтесь как же тут не беспокоиться когда идет наращивание военной силы и проблема в том что россия уже применяла ее поэтому нельзя сказать что значит нет это не в духе россии это вполне в духе россии но еще одна немаловажная деталь в интервью аргументом и фактом секретарь совбеза россии рассказал что в условиях когда украина фактически оказалась под протекторатом запада ее экономика была разрушена общество доведено до бесправия в стране в любой момент может полыхнуть так что миллионы украинцев побегут искать приют других местах к оценкам экономической политической ситуации на территории украины со стороны патрушева я бы относился скептически потому что ну многие его оценки не соответствует реальности как мне кажется и здесь та же история но важно та мысль которую он говорит то есть говорит да может полыхнуть и все побегут тем самым еще раз подготавливая почву почему важно именно что сказал патрушев спросите вы потому что совет безопасности россии это сейчас основной орган где принимаются решения туда входит путин там регулярно проводятся заседания и они обсуждают разные планы поэтому то что говорит патрушев по этому вопросу с точки зрения возможной перспективы очень важно ну и теперь давайте к выводам которые я обещал вам начале значит первое на мой взгляд а такого рода вещи как стягивание войск является психологическим давлением и когда войска стягивали в прошлый раз владимир путин добился встречи с байденом насколько сильно на эту встречу повлияло стягивание войск территории украины сказать сложно но вот было стягивание произошла встреча и после этого значит как-то вся эта история затихла то есть это элемент шантажа который используется владимиром путиным для того чтобы с ним говорили для того чтобы его воспринимали как российского президента приходится ему это дело потому что россия находится в изоляции россию воспринимают как агрессора россии воспринимают как угрозу и поэтому разными способами он пытается заставить разных людей включая президента сша с собой говорить и сейчас мы видели что со стороны кремля не так давно говорилось о возможной встречи в будущем с байденом по видеосвязи при этом с американской стороны подтверждение этой информации не поступало это может быть еще одним актом шантажа но в чем проблема шантажа проблема шантажа в том что если ты на шантаж поддаешься то этот человек или организация будет шантажировать себя все больше и больше и больше пользуясь тем чтоб шантаж работает но если шантаж не работает то тот кто шантажирует должен привести свою угрозу в исполнение иначе все будут знать что эта угроза ничего не стоит что подталкивает к нас к возможной эскалации конфликта и к тому что россия может посчитать для себя уместным провести это самое вторжение вторая важная деталь сейчас российской федерации у владимира путина и у власти в целом достаточно низкий рейтинг он сравним с рейтингом 2013 году и они видели что дает быстрое вторжение потому что тот самый крымский эффект дал очень высокое одобрение со стороны населения к владимиру путина повторится ли он сейчас вопрос хороший потому что крым это все-таки территория с историей перемещений скажем так а другие города или значит какие-то другие части украины нет тем не менее в совокупности с пропагандой какая-то быстрая военная операция может дать вполне себе какой-то рост рейтинга владимира путина и власти которые сейчас не популярны и для которых все ближе и ближе 2024 год когда придется чего-то придумывать а сейчас собственно позиции российской власти несмотря на полное уничтожение и разгром оппозиции несмотря на всеобщие посадки несмотря на полный контроль силовиков судов и сми весьма шатки с точки зрения одобрения населения более того если это перерастет в масштабную войну на европейском континенте то для российской власти это тоже неплохо людей никогда не было жалко тем кто сейчас управляет россии собственно для них люди это скорее помеха то есть им нужны люди из которых можно извлекать прибыль но который не сопротивляется то есть в идеале если бы люди не могли говорить не могли думать значит не могли слышать и не могли видеть но при этом исполняет свою работу то нынешнюю российскую верхушку это бы устраивало мы четко видим это на примере с пандемией когда власть скажем так почти ничего не делает для того чтобы как-то с этим справиться и приостановить мор людей в россии по итогу какая-то масштабная война масштабная заварушка да она для российской власти дает чрезвычайные полномочия причину для мобилизации населения вокруг сильного лидера и для еще большего закручивания гая хотя куда уж больше в итоге есть ощущение что угроза вполне реальная и что решение по ней конечно же не принято решение может быть принято в любой момент то есть даже за секунду до приказа начать военную операцию значит человек который отдает эти приказы это очевидно путин может передумать и ровно поэтому я записываю это видео нет я не думаю что путин его посмотрит и такой ум майкл прав типа как-то нехорошо получается а потому что чем больше об этом говорят чем больше об этом пишут чем больше это обсуждают с негативным восприятием тем меньше вероятность что российская власть на это пойдет потому что если от этого действия российская власть потеряет ну то есть она будет еще больше изоляции под еще большим санкционным давлением и что важно это не будет одобряться людьми потому что сейчас ситуация не такая как 2013 до у нас позади много лет без роста реальных зарплат у нас повышение пенсионного возраста у нас пандемия то есть у нас очень негативный фон и людям все меньше и меньше есть дело до геополитических авантюр вот если власть в этом убедиться или власть собственно поймет эти вещи то она не будет идти на такого рода обострение поэтому мне кажется важным об этом говорить и поэтому об этом говорю я по итогу нельзя конечно однозначно сказать будет вторжение или нет потому что ну никто из нас не предсказатель да варианта тут два либо будет либо нет и есть люди которые говорят что будет есть люди которые говорят что не будет и потом они будут в это тыкать говорит ну я же говорил да угадывать угадывать события которое произойдет с вероятностью там 50 на 50 ну там не 50 на 50 но окей бинарное событие на которые есть два варианта ответа, это тут можно попасть, можно не попасть, суть не в предсказывании, мы с вами не гадалки в конце концов, суть в анализе текущей ситуации, и для того, чтобы его провести, нужно обладать всей полнотой информации, которую я и попытался вам предоставить. В свою очередь, я надеюсь, что, конечно, не будет войны, потому что война это ужасно, это то, о чем забыли нынешние люди, руководящие страной, что война это смерть, война это боль, война это страх, война это всегда возможность глобального уничтожения, особенно в современном мире, и, к сожалению, вот те ветераны, которых они якобы все время защищают, они не являются авторитетом для нынешних правителей России, потому что ветераны как раз всегда говорили, лишь бы не было войны, а Россия этой войной торгует, торгует постоянно и использует ее для того, чтобы угрожать как собственному населению, так и другим странам, и, к сожалению, это тактика современной России, тактика России Путина. Вообще глобально, вы знаете, я задумывался над этим, ну, если мы посмотрим назад в историю, да, не в параллели, нет, я не буду прибегать к историческим аналогиям, но если мы посмотрим вот так вот на учебники, и не на современные под редакции Мединского, да, потому что я не знаю, что там написано, а на нормальные, то мы увидим, что разрушение авторитарных и тоталитарных режимов, да и в целом империй, оно происходило не одномоментно, то есть полноценное их разрушение, развал, да, происходило одномоментно, но был результатом целой череды неправильных решений. Я думаю, что в будущем про крах правления Путина будут говорить как раз с 2014 года. Это тот выбор, из-за которого Россия стала страной-изгоем, из-за которого жизнь в России все время ухудшалась, из-за которого Россия несла невероятные сдержки, как репутационные, так, собственно, и цивилизационные. И, собственно, то, что происходит сейчас, это следствие решений, принятых тогда. И вот в этих учебниках в будущем будет написано, что, значит, Россия Путина начала разваливаться в 2014 году. Дальше будет и пенсионная реформа, и, значит, разгром вообще всего, что можно, и культурная деформация, когда начали все на свете запрещать, и полицейский диктат, когда стали судить за мнение, сажать за мнение и уничтожать, убивать за мнение. Это все там тоже будет. Но точка отсчета, мне кажется, будет как раз с 2014 года. Вот такое получилось видео. Если вам такой формат понравился, пишите об этом в комментариях. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. Это помогает продвижению видео. И увидимся с вами совсем скоро в новостях завтра в 14.30. С вами был Майкл Наки. Всего доброго. Пока. Вообще, честно говоря, это жутко надоело. Владимир Путин и его вертикаль, да, это те, от кого все время ждешь подставы. Ждешь подставы, если ты гражданин России, ждешь подставы, если ты другая страна. То есть, это вечный источник проблем. И, конечно, это отвратительно, что сейчас страна вынуждена быть источником проблем для всего мира и, собственно, граждан, а не развиваться и становиться лидером во всех возможных областях. Продолжение следует...